Протестантская церковь Украины. Святость та соборность. Идет передача духовных генов. Его характер, его харизма, его помазание, его служение передается духовно. Верно. Благодати Божьей. Через руководолжение. Мы продолжаем говорить о конференции, которая прошла 17 и 18 мая в протестантской церкви Украины. И сегодня мы поговорим с вами более подробно о том, как был произведен обряд рукоположения архиепископа Сергея Яковлева и его супруги, пастора Галины Яковлевой. Сегодня мы будем свидетелем рукоположения епископа Сергея. Галины и пастырей. И все, что вы будете видеть сегодня, это начало огромного движения Божьего в этом нации. Рукоположение – это я передаю учение. И если я подставляю свою голову, я согласен с этим учением. И мне дается право передавать, и через рукоположение дается право утверждать истинность учения. Второе – это передавалась благодатность. То есть это означает, что я имею принадлежность к апостольской церкви. То есть через это передается благодатность. И верим мы или в это не верим, но Иисус до сегодняшнего дня еще не разделился. Есть отцовство. И отцовство – это очень важно. Сегодня много церквей. Сегодня много, которые сидят дома, говорят, Иисус, Господь. Но нету этой приемлемости. Нету вот этого передачи отцовства. И это есть проблема. То есть карьера быстро заканчивается, движение Духа Святого заканчивается. Почему? Нету вот этого помазания, которое бы двигало бы. И вот как раз рукоположение отцов, оно показывает, что отцы дошли до финиша. Отцы уже возле финиша. И подавая, то есть помазание, то, что было на них, оно дает также силу служителям дойти до конца. Это очень большое значение. Апостольская преемственность – это на самом деле очень важно для протестантской церкви Украины. И то, что сегодня происходит, я в этом вижу руку Божью. И вижу, как церковь протестантская, мы движемся именно в направлении первоапостольской церкви. То есть мы обретаем здесь, набираем обороты. То, что в Библии мы видим, как рукополагались апостолы, как рукополагались священники, это происходит сегодня, и мы этому рады. Это можно даже сравнить как бы с королевскими династиями, когда один король по наследству передавал власть своему сыну. И то же самое это в протестантской церкви Украины, когда апостол или духовный отец или наставник передает свою власть, свое духовное покровительство. И мы вот сегодня являемся свидетелями такого чудесного события, исторического события, когда протестантская церковь получает свое покровительство. Бог не посылает таких людей, как Рой и Полин, случайно. Это день предназначения. Это часть предназначения для вашей жизни. Мы все свидетели. И каждый из нас здесь будет благословен. Когда мы будем радоваться в сердце этому новому шагу. Потому что это начало пророческого подготовления что приведет к тому, что мы будем все вовлечены в Божий план. Бог мой. Ты можешь притворяться, играя в церковь всю свою жизнь, или можешь войти в этот Божий план. Но сегодня твой день. Все наши эмоции, все наши чувства, все, что мы могли переживать, это присутствие Божье. Когда мы поклонялись, мы переживали то, что Бог был на этом месте. Я понял одну такую вещь, которую Рой Хадет сказал, что есть большая разница между присутствием Божьим и славой Божьей. И вот я понял, что я переживал славу Божью. Слава Божья, он говорит, это когда пять чувств человек, они ощущают, каждое чувство ощущает Бога. Когда видят чудеса, когда видят материальную жизнь, перемену, преобразование. Я не мог утешиться. Я пролил столько слез. Я чувствовал, что как будто Бог переводит нас на новый уровень и дает нам такое покровительство и такую уверенность, что завтра мое будет намного лучше, чем сегодня и чем было мое прошлое. Когда Рой Хадет вместе со своей супругой Паулиной начали производить этот обряд рукоположения архиепископа Сергия Яковлева и его супруги, пастора Галины Яковлевой, то мы пережили что-то сверхъестественное. И Христос, которого есть глава, has activated these living cells и Он привел в действие этих людей to bring the supply of the Holy Ghost into your life and ministry. It's an impartation. It is an infusion of holy power. Это заряд святой силы and authority and authority and authority and authority. Люди задают вопрос, кто твой учитель, кто твой наставник, и когда ты имеешь от наставника рукоположение, это значимость, это зрелость, это власть совсем другая. It has its origin way back in the Old Testament patriarchs. Это началось еще с ветхозаветных патриархов. The high priest would pray for the priests and the priests would pray for the people and Abraham prayed for Isaac and Isaac prayed for Jacob and Jacob prayed and prophesied over his twelve sons and it was handed down it was handed down not just as a tradition but as a supernatural impartation. Jesus continued the practice. He laid hands on people. My hands are weak. They're human and they're frail. They'll be 81 years old this year. But by God's grace as I lay hands on the bishop and his wife my hands will become extension of the hands of Jesus who is the first apostle of the church the first prophet of the church the first evangelist of the church the first pastor of the church and the first teacher of the church he's my high priest and when those men of God laid hands on me years ago it was Jesus laying hands on me and it's my privilege humble privilege with Pauline today to lay hands on this bishop God has ordained him I'm simply recognizing God's call on his life I'm not imparting anything basically because he has it all in Jesus but on the same way we are simply recognizing as a fellowship God's call in his life God's anointing on 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 his life Обряд рукоположения — это свидетельство того, что я сегодня согласен с учением Церкви и согласен с тем, что сегодня я стою под своим Учителем, я стою под своим Духовным Отцом, и это все как оно стоит на основе учения, то есть Библия об этом учит изначально. Господь, I ask you by the power of your Holy Spirit to come and minister through Pastor Roy Harvern, Jesus through Pauline, Jesus you live in Roy, Jesus in Pauline. I know Roy and Pauline are willing to allow you to minister through them, directly to Bishop Sergei and Galina, therefore it won't just be Roy praying for you, it will be the Lord ministering to you deeply by the Holy Spirit. Это будет сам Господь служить Духом Святым. Когда Рой Хадар возложил руки на архиепископа и Галину, мы просто увидели, как сам Бог положил свою руку на их жизни, на их служение. Отец, мы в смирении стоим перед твоим присутствием. Мы стоим в присутствием человека и его жены. Ты призвал их к этому моменту. Ты призвал их к этому часу. Ты призвал их к этому служению. И, Господь, мы не призываем их в служение. Мы просто подтверждаем то, что Ты уже сделал. И как Ты мне сказал, когда я сидел на первом ряду церкви, что будет огромное пробуждение на Украине. И, бископ, Вы будете частью. И жена будет частью. Это только начало. И как я буду возлагать руки на Вас, бископ. И буду помазывать Вас обычным елеем. Это не будет просто елеем. Это будет масло Святого Духа. Это не просто человеческие руки. Роя Хазерна. Это будет рука Иисуса. Эта церемония, обряд сам, настолько был божественный, настолько для меня было, ну, как бы, новое все. И то, что я увидел, и то, что на самом деле я пережил, и то, что я услышал, что это духовная ДНК, которая передается как наследство. Я передаю тебе, мой брат, любой дар, который тебе когда-либо понадобится, когда он понадобится. У нас много учителей, но мало отцов. И я признаю тебя, мой брат, как отца в Исраиле. И я признаю тебя как отца во имя отца и сына и святого Духа. Мы увидели, как благодать передалась на их жизни. Благодать служения. Мы увидели вот этот дух отцовства, о котором мы так давно мечтали и молились, как он был передан через обряд рукоположения на Сергия Яковлева и Галину. И я благодарю Бога, что до этого момента на меня ни один, ни апостол, ни один человек не возлагал именно так руки, чтобы передать ДНК, что это первый человек в моей жизни. Я ишел 20 с не лишним лет к этому моменту. И вот я встретил вот эту череду ДНК, которые были возложены на доктора Роя от Смит Виксварта. И вот, и поэтапно, вот до наших дней. И сегодня я чувствую, на самом деле, вот то, что для меня было, как бы, проблемой в моей жизни, то, что было, как бы, непонятность. Сегодня, имея такого духовного наставника, духовного отца, для меня так легко идти вперед и вести за собой большую армию церквей. Your ministry will not be limited to Ukraine. God is calling you to have a worldwide influence. As you stay humble, and as you stay obedient, God is going to open many doors of ministry for you. God is going to open many doors of ministry for you. And you will have a voice to the world. You will have a voice to the world. I bless you. Благословляю. Сегодня мы официально в согласии приняли, как бы, покровительство доктора Роя. То есть, сегодня он есть тот, наш наставник духовный, которому мы, когда у нас возникают вопросы, мы обращаемся и мы принимаем его. И для нас это, и особенно для меня, это как гора сплечь. У него, этого человека, 80 лет стажу позади. То есть, он сделал много ошибок. И он говорит открыто об этих ошибках и говорит нам, чтобы мы не сделали эти ошибки. Поэтому перспектива для Украины, как в протестантской церкви, иметь такого духовного наставника, я верю в великую перспективу. Вот то, что сделал епископ Сергей. Признал призыв Божий. Узнал призыв Божий на других мужах и женах. И они, в свою очередь, признали призыв Божий на других мужах и женах. Это тот же принцип, который Павел говорит к Тимофею. В 2 Тимоте 2.2 Павел сказал Тимофею, я тебя научил. И ты наставил других верных. И мы можем этим же принципом взять на урод Украины. для меня это не просто обряд. Для меня это как факт зрелости. Это передача духовной власти. Это как будто небеса стали намного ближе, намного реальнее. Они и так были близко, но сам этот факт, как принес еще больше значимости открытого неба, благословения Бога на мою жизнь. И, конечно, для меня это сегодня большой праздник. И для меня это очень многое значит. Наверное, для каждого человека, который заканчивает институт, поступает на хорошую, высокоплачиваемую работу, то есть для него или новое какие-то сейчас рождение ребенка, то есть для меня это как бы мое рождение или новый уровень в моей духовной жизни для служения Бога. Я знаю, что после этого что-то в моей жизни изменится, в духовном что-то откроется, то, что до этого было сказано, я верю, произойдет после этого. У меня теперь будет есть покровитель, есть отец, то есть есть движение, за которое мы будем идти. И я считаю, что каждый, то есть священнослушитель, он должен иметь рукоположение. Для меня, конечно, это очень значимое событие, почему? Потому что любой священник, он должен быть рукоположен. То есть то, о чем сегодня учат церкви, что в церкви есть отцы духовные, и у каждого есть учитель, есть ученик. И то, что сегодня я был рукоположен, то это свидетельствует о том, что я согласен с учением этой церкви. Я сегодня имею своего духовного отца. Unify our efforts together. Мы объединяем свои постарания вместе. Make us one. Сделай нас одно. Make us one. Сделай нас одним. Lord, we want unity. Господь, нам нужно единство. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Father, we are believing that Ukraine is going to be touched by your power. Мы верим, Отец, что Украина ощутит твое могущественное прикосновение. Благодати Божьей. Христос, который призвал меня быть отцом апостольским. And the bishop is willing and wanting to learn from my mistakes. И епископ хочет и учиться на моих ошибках. I will be 81 years young this year. Мне будет уже 81 год в этом году. And when you live long enough, you learn a few things. Поэтому, когда ты живешь достаточно долго, ты уже что такое, что можешь узнать. I want the church to learn from my mistakes, my experience. Поэтому я хочу, чтобы церковь научилась на моих ошибках и моем опыте. And I see the leadership of the church willing and wanting direction. Я вижу, что лидерство церкви хочет и ищет направление. And with that sense of humility and a desire for success in the kingdom. И это чувство смирения и это желание является успехом в царстве Божьем. и их желание служить. Бог почтет свое слово и благословит всяко на Украине. Протестантская церковь Украиной Святость да Соборнесть. Протестантская церковь